Роскомнадзор 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 Киевом и Москвой. На такую роль, по словам президента Украины, подходят только такие игроки, как США, Китай или Евросоюз. Страну Евросоюза и вовсе после визита Орбана в Москву заявили, что у премьера Венгрии нет мандата на переговоры с Путиным от имени Евросоюза. Также появилось сообщение о том, что Виктор Орбан после саммита НАТО намерен встретиться с кандидатом в президенты Соединенных Штатов и экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По мнению журналистов Bloomberg, Виктор Орбан в своей поездке выполняет миссию не Владимира Путина, а именно Дональда Трампа. Господи, благослови Америку. В Химках крупный пожар. Горит цех по производству керамических плит. Площадь пожара больше 5000 квадратных метров. В здании частично обрушилась крыша. Сообщает о звуках взрывов. В цеху находилось 30 газовых баллонов. Пострадал ли кто-либо, не сообщается. Потерь в вооруженных силах России нет. Депутат Виталий Милонов предложил запретить турецкие сериалы. По мнению чиновника, они создают ложный образ идеального мужчины. Российские женщины в него верят. Также турецких актеров он назвал бездарными и заявил, что мужиком мужика делают служба в армии и дети, а не накачанные ноги, руки. Маскулина одежда или байк. Человек, очевидно, комплексует. Зато вот бывшим военным дороги открыты в любых сферах. Вот вернувшийся с войны доброволец открыл детский садик в Чите. Там Михаил Семенищев планирует воспитывать настоящих мужиков с упором на полную семью. Но война как раз приводит к тому, что семьи неполные. Работая в садике, военные социализируются после возвращения с фронта, где провел полгода. Была ли ему оказана психологическая, помощь после войны? Имеет ли он вообще педагогическое образование для работы с маленькими людьми? Не сообщается. Да хрен. Хрен его знает, зачем. Если я не понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok